Два дня мы работали, развивали эту идею, у нас была небольшая команда, которая состояла из Даши, Али Ходоровской, меня и Ольги Разумовской, Команда у нас была небольшая, но мы развили идею, у нас же появилось несколько раз других названий, но идея не поменялась, она осталась нежной. Обратите внимание, если в этой пожарке вытащить одну из полок, вы представляете, что произойдет абсолютно. Если вынуть одну из ступенек, тоже ничего хорошего не произойдет, лестница не обрушится, но она уже потеряет свою целостность. Если вынуть несколько звеней из этой структуры, то она тоже потеряет свою целостность, если вынуть какое-то звено из этой картинки, то она тоже потеряет свой смысл. То же самое и здесь, вы видите, как выглядит стена, из которой уже выпало несколько звеньев. Если вынуть и потерять какое-то звено наших семейных историй, то наша семья теряет свою целостность. И идея проекта заключается в том, чтобы сохранить память, сохранить наше семейное наследие и через это сохранить историю наших семей и нашей страны, нашего сообщества человеческого. Миссия проекта, собственно, я ее уже сейчас передала, это сохранение исторического наследия через передачу семейных историй. И идея сайта, идея создания этого сайта, этого интернет-приложения – это восстановить, сохранить связь поколений. Цели проекта – сохранить то, что уже есть, память, опыт исторического свидетельства и материалы, которые есть в семьях, которые хранятся в памяти поколений, особенно старшего поколения. Потому что старшее поколение хранит в своей памяти не только то, что происходило с ними самими, но и то, что они знают про предыдущие поколения. Обмен и передача информации, социализация пожилых людей и повышение значимости семьи. Значимости семьи не в смысле семьи как института, а в смысле понимания членов семьи своей значимости. Потому что когда человек узнает какие-то семейные истории, он начинает немножко по-другому относиться не только к стишлению своей семьи, но и к самому себе. Я принадлежу вот, оказывается, вот к такому пласту историй. Это важно для любого человека. Аудитория, целевая аудитория этого проекта – это мы условно назвали лирики. Почему лирики? Чуть позднее. Это пожилые люди, это их родные, близкие и друзья. Родные, близкие и друзья разных поколений, да? То есть родные, понятно, что это разных поколений. Это исследователи, школьники, студенты, историки, социологи, учителя, преподаватели, вузовские. Понятно. Особый упор мы делаем на пожилых людей, потому что кто эти пожилые люди, которые будут пользователями и лириками этого сайта? Это люди, которые привыкли всю жизнь работать, действовать. И они не могут бездействовать. Для них сейчас это очень важно. С одной стороны, с другой стороны, это люди, которые хранят в своей памяти, хранят в себе опыт, наследие тех событий, того времени, которое они прожили. И, кроме того, хранят опыт и истории, какие-то семейные истории предыдущих поколений. Предыстория. Вообще, почему появилась эта идея, откуда она взялась? Наш учебный центр реализовывал проект, вот этот учебный год. Мы реализовывали проект, куда к нам приходили пожилые люди, учились работать на компьютере, приходили со своими воспоминаниями, со своими документами семей, которые хранятся в их семейных архивах, учились работать на компьютере, учились их сканировать, обрабатывать, набирали тексты и создавали такие небольшие проекты. Каждый проект содержал семейную историю. Они сами решали, о чем это будет, это будет их история личная, или это будет история, которую им рассказала мама или бабушка. Это был их выбор. Итак, переходим к описанию самого приложения интерфейса взаимодействия. Вот так мы себе представляем главную страничку сайта. У нас в ходе обсуждения проектов, и почему появилось слово соты, у нас возник такой образ некой мозаики, которая состоит из отдельных элементов. И вот всплыло слово соты. Каждый элемент – это история каждой отдельной семьи. И вот эти все соты складываются в нечто цельное. Значит, что из себя будет представлять, какие возможности создает главная страничка. Три главных кнопки. То есть в этом проекте пользователи могут участвовать в трех качествах. Это просто прочитать то, что там уже заложено. Это написать. Вот это лирики. Это те, кто будут писать, те, кто будут наполнять сайт. И возможность стать волонтером. И возможность стать волонтером этого проекта. А что из себя будет... Значит, какие категории содержит проект? Это, собственно, очерки. Это фотоархив, который будет образовываться из фотографий, которые туда будут заложены. И документы. Отсканированные документы. Фотографии отсканированные. Есть еще раздел обучения, где можно будет получить информацию о том, где можно пройти обучение, где можно научиться. Работать там, скажем, со сканером для пожилого человека, например. Ну и какая-то еще информация связана с этим. И возможность поддержать проект. Внизу будут новости. Новости, это имеется в виду ссылки на последние ячейки, на последние соты, которые там будут появляться. Значит, возможности писателей или лириков, или наполнителей. То есть те, кто будут наполнять сайт. Значит, они входят на сайт, они выбирают кнопку «Написать», и дальше им предлагается зарегистрироваться. Если они не зарегистрированы, если они зарегистрированы, вводятся логин-парон. Значит, дальше человек попадает на свою страничку «Соту», значит, и дальше у него есть возможность написать текст или выбрать, у него будет выбор, или написать текст, или быть волонтером, или быть читателем. И он выбирает, потому что разные функции. И если он набирает текст, если он создает какой-то очерк, какой-то страниц, да, то у него есть выбор опубликовать или сохранить черновики. Значит, опубликовать можно в своей соте, можно опубликовать в чужой соте. То есть, что имеется в виду? Может быть, значит, там зашел некий Иванов, который может, хочет рассказать свою историю, и обнаруживает, что уже есть из их семьи кто-то, кто уже завел сот. Он может прямо туда публиковать, значит, свою, эту историю. И в своей соте, да, и в чужой соте. Что? Да, да, да. Ну, он туда отправляет, а уже хозяин той соты решает, будет он публиковать его с половиной или нет. Или может остаться в черновиках, потому что, как правило, это длинные истории, которые там не за один раз, не за пять минут написаны. Значит, там, сегодня что-то написали, завтра повторили. Пока это все будет храниться в черновике. Значит, вот таким образом будет выглядеть страничка регистрации, значит, чтобы создать свою фамильную или семейную сотку. Значит, вот так будет выглядеть эта страничка. То есть, это переход по кнопке написать. Если человек выбирает кнопку написать. Значит, вот так вы приблизительно, так мы себе представляем, будет выглядеть страница. На самом деле, это все абсолютно реальный человек, у которого есть история. Он уже, он участвовал в проекте. И вот Альбина Сергеевна Трест, у нее есть история, которую она сделала, которую она написала. И это готовый материал, который уже можно сразу размещать на сайте. Значит, в соте может быть несколько очерков. Да? То есть, семейных в истории много. Один и тот же человек может про одно рассказать, потом про другого захотел рассказать и так далее. Значит, история может быть с этой проблемой. Вот этих очерков может быть несколько. Значит, да. И, вот, обратите внимание, здесь вот в правом углу, значит, человек написал о чем-то, да. И он при этом может этот свой очерк опубликовать еще в чьей-то соте, которая, в соте какого-то человека, который связан с ним, с семейными узами, например. И таким образом будет на его же страничке будет обозначаться, что он связан еще с какими-то сотнями. Таким образом, таким образом будет вот эта вот связь, семейная связь, да, она будет, может быть, где-то возникать, да, про забытые какие-то вещи. Там, троюродные, двоюродные, четвероюродные, да, пять минут осталось, я поняла. Значит, вот это вот будет тоже очень важно. Таким образом, будут вот эти соты склеиваться между собой через конкретные истории. Значит, да, из чего состоит очерк, это фотография, это заголовок и лик, да. То есть, кратко описание, о чем там, я поняла, две минуты. Значит, ну не уможем, не уможем. Значит, это редактор. Здесь есть важные условия. Основные наполнители сайта, это все-таки пожилые люди, поэтому редактор должен быть понятен и прост для употребления. Значит, это тоже, кстати говоря, абсолютно реальные фотографии, текст, это все, что уже имеется. Значит, идем дальше. Вот это вот по переходу стать волонтером. Еще одна возможность. Человек может участвовать в этом проекте как волонтер. Он тоже регистрируется и выбирает варианты, каким образом он участвует. Значит, он просто пишет лип или лицензий на конкретный очерк. Или он помогает создать воту, или ссорду кому-то, например, своей бабушке или дедушке, дедушке, которые не могут это сделать сами. Либо, значит, да. Значит, да, вот это вот у нас все, в принципе, уже расписано. Функции читателей. Значит, читатели могут читать рецензии и очерки, рассматривать визуальные документы, комментировать в очерке, лайкать, раздавать ссылки по социальным сетям, эмоционально оценивать и осуществлять контекстный пост и выставлять теги. Значит, что это означает эмоционально оценивать и выставлять теги, вы можете посмотреть в рамочках. Значит, плюсы этих функций. Это позволяет создать интерактивность и вовлеченность в процесс читателей, упрощает модерирование сайтом. И таким образом используется краудсорсинг, то есть экономится средств и времени. Значит, так будет выглядеть страничка для читателя, когда он может выбрать, какую историю, у него сразу варианты выбрать, что он будет смотреть. Он выбирает какую-то соту или он выбирает только по очерку, по фотоархиву, по документу, то есть есть варианты выбора. Три типа материалов. Это будут фотографии, это будут, собственно, сами тексты, очерки и это будут документы. И они, эти материалы, они будут, собственно, и сайт предполагает возможность их сортировать. То есть можно просто выбрать раздел фотографий, стоит только фотография или только документы. Значит, если вы выбираете раздел документы или фотографии, то вот таким образом там все будет отсортировано по годам. Это очень удобно для исследователей, это упрощает систему поиска, и здесь присутствует некий игровой момент, потому что мы все-таки говорим о том, что широкая аудитория у этого сайта и люди разных поколений. Для молодых это тоже должно быть привлекательно и интересно. Каналы распространения. Прежде всего, и самое первое, это наша собственная база пожилых выпускников нашего учебного центра, это порядка тысячи человек и сарафанное радио, которое работает замечательно в этой аудитории. Далее это социальные сети, поисковики, это НКО, это сообщество по интересам и так далее. И это, вот мы в последний пункт там написали, не дописали, комитет по молодежной политике, социальной политике, то есть через эти государственные органы тоже можно распространять информацию. Источники финансирования. Ну, прежде всего, это франц. Я прошу прощения. Да, все? Все, уже дальше не продолжается? Да, уже все. Все, в пичинке. Ну, что, вот видите. Продолжение следует.